Крещенский подкидыш. Беременную, умирающую от голода лошадь, бросили на конюшню в селе Болцата Криулянского района. Ее едва выходили, назвали Дакотой, а теперь ищут средства на ее содержание. Она к нам каким-то чудесным образом, к конюшне, подошла на крещенские морозы. Самый вот мороз сильный, она появилась перед этой конюшней. Скажем, как конюшня на тот момент не была открыта, она была в процессе строительства. Ну, местные жители знали, что тут строится конюшня. Я боюсь, что ее подкинули. Марианна Захатей 30 лет занимается лошадьми, но такого еще не видела. Дакота была не только истощена, но и больна пневмонией. Ветеринара пришлось возить из Кишинева. Сейчас она набрала порядка 50-80 килограмм. То есть сейчас она тоже очень плохо выглядит. Но на тот момент, когда она к нам попала, вот этот переход между позвоночником и ребрами, здесь вообще мяса не было. То есть анатомию можно было изучать без того, чтобы как бы смотреть на скелет. Скелет торчал весь. На плечах Марианны лежит уход за еще несколькими лошадьми. Содержание Дакоты, между тем, обходится в несколько тысяч леев каждый месяц. А скоро появится и жеребенок. За помощью Марианна обратилась в Фейсбук. Клич подхватила радиоведущая русского любимого Мару Петрова. За считанные дни откликнулись десятки людей. Мы уже успешно продали, точнее сдали в аренду ноздрю Дакоты, две пары ушей, заплетателя хвоста косичкой. То есть когда люди чувствуют себя причастными, они знают, что вот она живая, она ест. Люди, посмотрите, она действительно ест. Так проще помогать, так проще быть причастным, знать, что где-то там есть лошадь, которая немножечко, но все-таки твоя. Уже собранных денег надолго не хватит. Активисты же надеются не только обеспечить Дакоте достойную жизнь, но и открыть фонд по спасению лошадей, чтобы и те потом могли помогать людям. Людей беспокоит одно, беспокоит другое. В общем, это все называется депрессия, тревожное расстройство. Лошади помогают с этим справиться. Еще Гиппократ говорил, что верховая езда разгоняет темные мысли и рождает веселые ясные. Сегодня мы знаем, что для этого не обязательно даже садиться верхом. А что нужно, мы вам расскажем. Пожалуйста, найдите нас в соцсетях. Если вы хотите помочь Дакоте или будущему фонду, позвоните по номеру телефона, который видите на экране, или зайдите в фейсбук-группу Сент-О-Харт-Центр.